Бокс в рейтинге чеченского спорта занимает одну из верхних строчек. Близко на подух вид вовлек себя большое количество любителей острых ощущений. Соответственно улучшились результаты. Ашхамартанский филиал республиканского спортивного клуба Рамзан проделал в этом направлении немалой работы. Подробности в продолжении темы. Бокс в рейтинге Боксеров смогли бы позавидовать именитые спортсмены. Обычно с этого все и начинается. Первые шаги в большой спорт, первый выход на ринг, первая победа и первое поражение. Каждый должен был готов пройти через это испытание. Конечно, если хочет чего-то добиться. Все эти необходимые качества для спортсменов закладывают своих подопечных. Наставник Ашхамартановского филиала республиканского спортивного клуба Рамзан Ломали Кукаев. А их более 200. В течение пяти лет воспитали мастера международного класса, два мастера спорта России и около 30 кандидатов в мастера спорта. Тренируемся в обычном тренировочном процессе. Когда выезжаем на сборы, тренируемся перед соревнованием. Сейчас недавно вернулись с первенства России среди молодежи, отборное первенство мира. Там у нас стал финалист первенства России, Аксиев Акраман, который выполнил звание мастера спорта России. Именно спорт и в целом бокс у нас развивается очень сильно. Идем на подъем, есть большие результаты. Работаем с 8 часа с утра до самого позднего вечера. У нас наплыв ребята, охватываем в одном зале около 200 человек. Желающие много, да? Желающие каждое соревнование наплывая в зале по 30-40 человек. За 5 лет, а именно столько функционирует филиал, ребята сумели занять достойное место в боксе и заставили собой считаться. Один из воспитанников зала, можно без привлечения сказать, гордость филиала Арби Мадаев. Четырехратный победитель первенства и обладатель Кубка России. Серебряный призер первенства Европы. Призер чемпионата России 2009 года. Однако, по словам Мадаева, главные победы еще впереди. Не забывайте. На самом деле, физически, что это дико 3-6 дня, 3-4 дня, 3-3 года, 3-3 года, 3-4 дня. И уже до этого, да, тогда АЕВ поступают в договор. В нашей стране, в Республике, Южно Федеральные округа, в городе, в городе, в Республике, в Дагестане, в Ингушетке, Но я очень сильно не могу, но я не знаю, что у меня, не знаю, что у меня. В общем, мы знаем, как это было. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Как вы делаете? Что я делаю? Я не знаю, что я делаю. Что я делаю сейчас? Ну, я знаю. Что ты делаешь с тем, что я делаю? Не менее значительного успеха добился еще один тяжеловес филиала Акраман Хациев. Всего за полтора года, в который он занимается, сумел произвести большое впечатление, став призером Кубка страны и обладателем серебряной медали первенства России в Анапе этого года. Плюс выполнен норматив мастера спорта. Теперь Хациев является претендентом на путевку на первенство мира в Баку в апреле месяце. Боксом я занимаюсь недавно, если честно. Года два, если так сказать. Бокс мне здесь понравился, просто не было возможности заняться боксом. Я вообще был не лишнее, мы жили в России семья. Вот приехал, я тут, понапрелся со своим тренером. Он мне понравился как тренер, я записался в бокс. Я не пережалел. За полтора, за два года, как ты говоришь, ты достиг хорошего результата. Стал финалистом первенства России. Как ты сам поцениваешься? Конечно, мне самому нравится мой результат. Я понимаю, что многие лет 10 трудятся и не могут поставить такой результат. Это все, конечно, я так скажу, в зависимости от тренера. Я благодарю своего тренера. Это все, что у меня есть из-за своего тренера. Я сам, конечно, с собой горд, потому что я за такой короткий срок поставил такой хороший результат. Это фрагменты пенсии России, которая проходила в Анапе. А Краман Хациев, Красный Угол проводит предварительные бои. Чувствует себя уверенно на ринге и контролирует ход поединка. Наш боксер провел три встречи и во всех взял верх. К сожалению, из-за травмы он не смог боксировать финальным боем. И за ответственность завоевал серебро. Однако соперник Хациева в финале, который получил медаль «Высшие пробы без борьбы», недолго радовался награде. Скоро за путевку на пианисту мира он должен встретиться с нашим тяжеловесом. И тогда станет ясным, кто достоин представлять Россию на этих соревнованиях. Тем более у чеченского боксера большие планы. Мечта, конечно, это поехать на миру, и, конечно, работать на пианисту. Я думаю, это многие хотят, потому что я, как представитель Чеченской республики, это лицо Чеченской республики. Я думаю, если я там буду первым, то это для многих будет много чего обозначать. Чеченской республики.